кладбище святого джеймса это старейшая действующая кладбище в торонто основано в 1844 году для захоронения людей исповедующих англиканскую веру сегодня это тихое спокойное и красивое место расположен на улице парламент стрит она появилась как второе место для погребения соборной церкви нужно сказать что сам город торонто появился на карте лишь в 1834 году население которого составляла чуть более 18 тысяч человек в те годы кладбище располагалось сельской местности то есть за пределами города торонто само оно расположено на небольшом холме и в 1860 году была построена кладбищенская часовня капелла как раз на вершине этого холма интерьер капеллу представляет собой образ церковной архитектуры не готического возрождения остеклены прекрасными витражами монументальная колокольня и парящим шпилем возвышающимся на часовне в 1919 году во время визита в канаду принца уэльса им было посажено дерево медный бук который сейчас растет рядом с часовней дерево уже отметила свой вековой юбилей и судя по всему свое уже отжило почему кладбище и собственно часовлю назвали святого джеймса и кто такой святой джеймс дело в том что с давних времен церкви соборы часовни кладбища носили имена святых и здесь имелось ввиду английская библейская версия перевода она была переведена с имени святого якова младшего то есть апостола якова который был одним из 12 учеников иисуса христа был вхож в его окружении он же апостол и яков принял мученическую смерть которая была описана в библию городской кладбище является достопримечательностью города торонто и это не только место погребения усохших но и удивительный архитектурный ансамбль надгробных памятников чугунными воротами семейными склепами сегодня большинство участков с могилами это частная собственность на этом кладбище покоятся элиты основателей торонто в основном англиканцы выдающиеся горожане города отцы конфедерации премьер-министры мэры писателей политики истории банкиры бизнесмены и многие многие другие здесь без труда можно найти первые захоронения датированные 1847 и 1849 годами достопочтенный роберт болдын это был реформатор политик который со своим отцом создал первое ответственное правительство его идеи изменили ход канадской историей роберт пошел по стопам отца стал юристом и политиком в качестве генерального прокурора он полностью реформировал судебную систему верхней канады он участвовал в создании университета торонто в 1841 году верхняя и нижняя канады объединились провинцию канада и уже в 1848 болдын со своим коллегой возглавили правительство в молодости он был влюблен в свою двоюродную сестру августу несмотря на разногласия с родственниками через год они поженились однако после осложнения на кесаров сечения августа скончалась и роберт обдовел убитый горем роберт оставшиеся годы носил в кармане их любовную переписку 58 году у него было диагностировано тяжелое воспаление легких заботу о робрете разделили между собой две его дочери сначала болдун был похоронен на территории имения унаследованного им от отца однако потом его останки были перенесены на кладбище сэнт-джеймс Уильям Томас Уильям был англо-канадским архитектором родившимся в Англии где получил свое образование до 32 лет он спроектировал множество зданий работая на британскую строительную промышленность однако обанкротившись он со своей женой и десятью детьми эмигрировал в Канаду в 1843 году именно в Торонто расцвела его карьера и именно ему принадлежит проекты в стиле готического возрождения в Онтарио двое его сценарей пошли по его стопам и также стали архитекторами Уильям Томас ушел из жизни в возрасте 60 лет Англиканское кладбище впоследствии стало не конфессиональным имеет особый стиль захоронения здесь также много могильных плит на уровне газона иногда земля проседает и надгробие едва можно найти здесь вы не увидите унылых могилок с деревянными крестами и чугурные ограды как и не увидите выцвивших фотографий обычно это стелы колонны саркофаги каменные кресты иногда можно встретить кельтский крест это также обелиски и даже самая крупная форма надгробного сооружения семейных склеп мавзолей сама идея вот таких надгробных сооружений склепов не нова и уходит далеко в прошлое но как и раньше так и сейчас семейные склепы доступны только лишь для состоятельных горожан сэр казимир станиславович дзовский был польско-канадским инженером-строителем железных дорог в канаде примечательно что казимир родился в санкт-петербурге польской семье его отец служил сапером во время восстания в польше немногим позже он его семья иммигрировали в сша молодой казимир увлекся железнодорожным строительством и в 1841 году он решил переехать в канаду 1889 году набравшись опыта он становится президентом канадского общества инженеров-строителей с период 1896 по 97 годы он исполнял обязанности вице губернатора онтарио после его смерти в торонто на набережной появился парк гзовский а в 1963 году была выпущена почтовая марка с его именем прогуливаясь по кладбищу просто невозможно не увидеть еще один семейный склеп джеймс остин джеймс остин был очень видным бизнесменом в возрасте 16 лет он иммигрировал в канаду со своими родителями после восстания верхней канаде в 1837 году вынужденно бежал в сша однако сорок третьем году осень вернулся в торонто как участнику восстания ему была предоставлена амнистия первый свой капитал он заработал когда создал свою первую оптовую компанию а затем он постепенно стал заметной фигуры финансовом мире в 1871 году он основал доминион банк где он и был учредителем до конца жизни он также был президентом страховых компаний 1866 году осень построил для своей семьи дом спидайна который сегодня является музеем надо сказать что у остина было пятеро детей в конце жизни он страдал глухотой на момент кончины его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов уильям рейс брок он был уроженцем верхней канады это был канадский бизнесмен политики член канадского парламента консерватор в бизнесе которым он занимался до политики он руководил оптовой фирмой по продаже галантерии шерсти и ковров он ушел жизнь в возрасте 82 лет покоится на кладбище святого джеймса буквально недалеко расположен еще один семейный мавзолей джарвис самуэл петерс старший учитывая данные некролога здесь покоится как минимум девять членов семьи джарвис самый первый и основной из них был джарвис самуэл петерс старший его жены а также их потомки джарвис старше был канадским правительственным чиновником верхней канаде он участвовал в ополчении во время войны в 1812 года после чего он получил должность помощника секретаря верхней канады 1817 джарвиса был конфликт с клерком юридической конторе после того как клерк напал на джарвиса с дубинкой мужчины договорились о дуэли во время дуэли клерк ослышавшись секунданта выстрелил раньше после чего джарвис был в ярости из-за нарушения однако после этого джарвис все-таки застрелил своего оппонента после чего был арестован и обвинен в убийстве однако был оправдан так как формальности дуэли были соблюдены у джарвиса его жены было много детей один из них был известным офицером британской армии он его потомки покоятся здесь на кладбище святого джеймса это один из самых впечатляющих фамильных мавзолеев предки и потомка семейства макленг ховард на протяжении вот уже полутора веков здесь хоронят урны с прахом этого семейства судя по некрологу о них известно немного однако установлено что основатели семейного склепа сделали свое состояние в страховом бизнесе проходит время приходит и проблемы эрозия склона на территории кладбища привела крупнейшей эксгумации в истории онтарио примерно в 2000 году местное самоуправление начало проект по расшифровке каменных могил на кладбище ноги были уже скрыты под землей в результате эрозии почвы на протяжении 20 лет было перемещено сотни могил а крематорий потребовал значительной модернизации кладбище настолько привлекала своей стариной что стало местом для съемок культовых телешоу дэвид брекенридж редд канадский юрист писатель педагог и 14 мэр торонто он родился в онтарио и был шестым ребенком в семье после успешной учебы был принят в адвокатуру и стал присяжным поверенным в 1858 году был избран в городской совет после этого совет его назначил мэром торонто до выхода на пенсию в 55 лет он продолжал служить в обществе юристов у дэвида супруга было семь детей полтора года до своей смерти он перенес инсульт и был прикован к постели это одна из самых примечательных могил на кладбище первая мысль которая может возникнуть у проходящего мимо что здесь покоится братья-близнецы поскольку могила одинаковы однако это сэр эдмонд бойт ослер и его супруга энни эдмонд был сына священника последствия он стал бизнесменом и сделал свою карьеру в политике он основал королевский музей онтарио покоится здесь рядом со своей супругой энни у них было шестеро детей где-то в глубине у самого края можно разглядеть одиноко стоящую стелу с надписью на кириллице здесь покоятся члены благотворительного общества македонских иммигрантов общество надежда было основано в 1911 году и больше всего жителей иммигрировала в канаду во время второй мировой войны когда была создана эта организация не существовало ни пособий по безработице не медицинского страхования именно благодаря благотворительному обществу иммигранты смогли обустроиться в первое время в канаде общество даже выкупила семейные участки на кладбище и оплачивала похороны для своих участников из македонии на этом кладбище также находится 42 могилы военнослужащих участвующих в первой и во второй мировых войнах основное отличие от других могил это наличие кленового листа на стелле отец конфедерации политический тяжеловец второй вице губернатор онтарио обладатель самого выдающегося британского рыцарского ордера а также нагрудной звезды кавалера участник тайного совета его величества по канаде и просто человек долгожитель сэр уильям пирс холланд уильям родом из соединенных штатов возрасте 19 лет он переезжает в торонто и позже занимается продуктовым бизнесом его бизнес развивается он приобретает мельницу лесопилку и универсальный магазин немногим позже становится министром финансов в 1867 становится членом парламента и уже в 68 вторым вице губернатором онтарио сэр уильям был трижды женат имеет трое детей двое его сыновей были мэрами города торонто соответственно 25 мэром и 31 нужно сказать что в концу 19 века эта семья была очень популярна в канаде джеймс кокборн это был канадский политик консерватор и отец конфедерации джеймс родился в англии и в возрасте 13 лет вместе с родителями эмигрировал в канаду после окончания колледжа он основал юридическую школу в возрасте 31 год был изран в городской совет много лет работал в должности первого спикера палаты общин незадолго до смерти ушел в отставку был женат и имеет трое детей джордж гудерхам был очень видным бизнесменом яхтсменом и и канадским винокуром джордж продолжил бизнес основанный своим отцом основавший винокурнию гудерхам энд ворс в 1869 году это был крупнейший производитель канадских алкогольных напитков который просуществовал более 100 лет на сегодня можно сказать что фамилия гудерхам это династия политиков и бизнесменов 19-20 веков очень много потомков гудерхам находится на этом кладбище в возрасте двух лет со своим отцом он мегалилов в канаду немногим позже вместе со своим двоюродным братом он стал полноценным совладельцем винокурни потом он инвестирует в недвижимость и сумма его ипотечных кредитов составит 570 тысяч долларов по тем временам немалые деньги историки пишут что ни один кризис не пошатнул их компании последние годы жизни джордж увлекся яхтами джордж прожил 75 лет его похороны прошли очень скромно офицер первой мировой войны поистине с души раздирающие истории вильям артур дюри вильям родился в 1881 году в торонто он начал свою карьеру банкира однако в 1914 году разразилась первая мировая война которая все изменила 1915 году вильям поступил на службу однако мать артура дюри анна совсем не обрадовалась увидев что ее сын отправляется на войну и она делает все чтобы вытащить сына оттуда уильям получил ранение на территории франции в сражении однако оправившись вернуться на фронт 1917 году он был в отпуске навестил свою мать которая подарила ему пару новых сапог однако в конце года артур был убит во франции изначально он был захоронен на месте гибели однако мать добилась того чтобы его перезахоронили на британском кладбище во франции и еще через некоторое время мать с помощью местных жителей решила украсть останки сына которого она узнала по новым сапогам которые ему и дарила останки артура она переправила в чемодане в канаду на океанском лайнере и он был окончательно перезахоронен в мае 1925 года эдвард джеймс ленокс это был канадский архитектор он спроектировал очень много достопримечательностей города торонто этих зданий насчитывалось более 70 в том числе мэрию торонто эдвард был потомком ирландских иммигрантов 1881 году он создал свою первую архитекторскую компанию и быстро стал самым успешным среди архитекторов в городе торонто примечательно но его сын брат внук и правнук также стали архитекторами природа кладбища это зеленые насаждения настолько ухожены что здесь без труда можно встретить деревья долгожители перешагнувшие двухсотлетний юбилей а может быть и трехсотлетний здесь покоятся основатели старейшей компании по производству канцелярских товаров компании грэнд энд той джеймс грант энд самуэл той нужно сказать что эти бизнесмены были друг другу родственниками сама компания была основана в 1882 году бизнес расширялся компания открыла типографию и переплетную мастерскую в 1982 году компания отпраздновала свое столетие после смерти самуэла той джеймс грант остался единственным партнером и управленцем в 2013 году компанию вы купили и переименовали в офис макс энд грант той в наши дни компания позиционирует себя на рынке бизнес услуг преподобный архидиакон самуэл джонсон бадди самуэл родился в англии получил образование в церковной школе и колледже и в возрасте 32 года эмигрирует в канаду и становится помощником служителя собора святого якова в торонто службе священника самуэл отдал 42 года как проповедник его приходы собирали самые большие пожертвования историки пишут о проповеди были очень вдохновляющими 1882 году он был назначен архидиаконом ушел из жизни в 1905 году и погребен здесь на кладбище святого джеймса канада помнит своих спортсменов канадский легкоатлет обладать и золотой медали на олимпийских играх джордж у гулдинг джордж родился в англии в возрасте 18 лет переехал в канаду где впервые познакомился со спортивной ходьбой в рамках подготовки к марафону 1908 году как еще новичок занял почетное четвертое впечатляющее место на марафоне спортивной ходьбе в лондоне и уже в 1912 году на олимпийских играх в стокгольме выиграл золотую медаль выступая за канаду его имя вы часто встретите во многих залах олимпийской славы в канаде государственный и политический деятель канады 17 премьер-министр провинции онтарио джон робертс хотя джон робертс родился в провинции альберта он станет единственным премьер-министром онтарио который не родился в этой провинции за всю историю его детство проходило в лондоне провинции онтарио потом джон поступает на юридический факультет но образование его прерывает вторая мировая война позже он был избран в провинциальный парламент как прогрессивный консерватор карьера была его стремительной в 1961 году он стал 17 премьер-министром онтарио на своих собраниях и выступлениях выступал против сепаратизма квбк и и способствовал национальному единству канады несмотря на успешную карьеру в его семью пришла беда его старший сын покончил жизнь самоубийством после чего у самого роберта была тяжелая депрессия во время поездки в сша в 1981 году он перенес свой первый инсульт после долгих страданий и затяжной депрессии роберт также покончил жизнь самоубийством в 1982 году во второй половине 20 века во многих странах мира появился растущий рост на кремацию в 1948 году на кладбище построили первый крематорий поскольку это увеличивало срок службы кладбища и увеличивала плотность погребений до 2023 года здесь насчитывается 95 тысяч погребений и 114 тысяч кремации сегодня это кладбище последнее пристанище величайших горожан торонто которые творили добрые дела и сегодня это идеальное место для любителей уединиться пробежек и выгула собак